Сызранский бокс Сызрань – третий по численности населения город в Самарской области. Здесь активно развивается промышленность, в частности, нефтеперерабатывающая. Как в любых малых городах, в Сызране уютно и красиво. Город гордится культурными объектами, здесь проживает много молодежи. В последнее время, как известно, подрастающие поколения выбирают здоровый образ жизни, поэтому в плане спорта здесь делается все для тех, кто хочет им заниматься. В Сызране на достойном уровне развиваются легкая атлетика, лыжные гонки, игровые виды спорта. Многие юноши предпочитают единоборство, в частности, бокс. Бокс в Сызране начал развиваться сразу после военной года. Большинство спортсменов, которые были воспитанниками 50-х-60-х годов, уже нет в живых. Но с одним из местных аксакалов нам все же удалось пообщаться. Это кандидат в мастера спорта Александр Мустафин. О нем писали в газетах, его узнавали на улицах, на его бои ходили. Благодаря Мустафину спортсмен-боксер стал ассоциироваться с настоящим сильным мужчиной, ответственным молодым человеком. Александру Александровичу всю жизнь помогала супруга Галина Петровна. Мустафин трижды выигрывал чемпионат Куйбышевской области, побеждал в турнирах по боксу среди военных. В определенный момент Александр Саныч, как его привыкли называть ученики, начал привлекать к боксу сызранских мальчишек и стал работать с тренером. Я 52 года отдал бокс. Ну вот он с Красного начал, потом тут мы уже поженились, уже вместе ездили. Ну в основном он в 17-м училище, как учился там и проводил соревнования. Потом работал там уже на тренерской работе. В Кошелевке занимался с ребятами. Я трижды чемпион Куйбышевской области по боксу. Значит так, ну и непобедимые сырвания всегда. Потом в ДВК, 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 там я воспитал чемпиона Советского Союза Дима Казакова. Ну, так не повезло, ушел из жизни. Вот, один, одиночество. Одним из его воспитанников был Александр Бакоменко. С именем которого связана целая эпоха развития бокса в Сызрани. То, что вот я как мальчишка помню и позже уже работаю в милиции. Он приезжал, мы общались. Я как бы один из его первых учеников. И мы хорошо общались. Такой красивый, здоровый мужик. Всем спец, по-моему, боксировал он. Тренировался он где-то на Украине или в Краснодарском крае. Закончил институт физкультуры очно. В Волгограде. Ну, я так, насколько знаю, хорошую школу прошел. И жизненный, и все. Был дерзковатый такой. Ну, то, что мальчишкам нравится, в общем. И очень контактный. Детей любил. Однозначно. Об Александре Бакуменко вспоминать с восторгом. Для большинства, если не для всех тогдашних пацанов, он был вторым отцом. Александру Петровичу удалось сделать то, чего не удавалось сделать другим. Он объединил всех боксеров и тренеров Сызрани. Зарядил покойников бокса своей энергией. И дал понять молодым ребятам, что такое настоящая дружба. Многие именно Бакуменко считают основателем большого бокса в городе. Он смог найти здесь изюминку в наших людях, смог организовать бокс, смог преподнести его, как говорится, нашему населению, заинтересовать молодежь. И мы пришли, стали заниматься. Александр Петрович Бакуменко начал работать в детской спортивной школе в 1973 году. Сплочение боксеров города – не единственная его заслуга. Он подготовил более 10 мастеров спорта. Правда, на тот момент сильнейших спортсменов приходилось передавать в руки иногородних наставников. Например, перспективный боксер Анатолий Марошев перешел от Бакуменко к тольяттинскому тренеру Евгению Подрезову. Причем по просьбе самого Бакуменко. И в связи с тем, что не было возможности расти дальше спортсменам, он стал лучших отдавать в Тольятти, в Самару, пристраивать в спортроту, чтобы они там росли. И, в общем-то, вот на этом первый этап и закончился его деятельности. Ну, раньше мы все занимались. Был такой Вячеслав Александрович Беленький. Занимались у него. И еще был Александр Петрович Бакуменко. То же самое. В общем, две конкурирующие школы. Но, в конце концов, объединялось в одно, что Александр Петрович был старшим тренером. Отбирались лучшие. Но дело-то вот в чем было. Лучших было много. И с ними надо было работать. А тренерских рук мало. Но из-за этого, наверное, в Сызране не выполнило ни одного человека, мастера спорта. Все мастера спорта. Анатолий Марушев, у нас замечательный боксер. Это наш человек, на которого мы равнялись. Он выполнил мастера спорта у Евгений Николаевича Подрезова в Тольятти. Ну, Азизов Равиль тоже самое там же выполнил. Ну, в общем, все, кто выполняли мастера спорта, они выполняли не в Сызране. Вот такой необъяснимый факт. В Сызране было много талантливых спортсменов. Но им до определенного момента не удавалось выполнить норматив мастера спорта. Вернее, удавалось, но за пределами родного города. Какая-то была проблема. Как-то в Сызране не получалось все время. Или не давали, или не получалось. А вот почему-то все уезжали в Жуглёст Тольятти. А вот после, когда уже конец 90-х, уже как бы ребята стали здесь выполнять мастера. Двухтысячное начало. Ну, я не могу сказать, почему. Бокс всегда у нас был в Сызране. Он был неплохой. Вот этот самый первый у нас Бапуменко тренер, который начал тренировать. Как бы школу он заложил. Там тренера у нас, мастера спорта как бы сами становились. Но вот как-то не получалось. Я не могу ответить на этот вопрос. Сызране город поменьше, Тольятти. И мы порой готовим бойцов. И получаем уже более высокий, как говорится, уровень в Тольятти. Почему там? Ну, вот раньше здесь у нас был один всего лишь институт. В Тольятти там побольше, как говорится, возможностей подучиться еще где-то. И тренера там имеют результаты более лучше, чем в Сызране. Допустим, тот же Подрезов, там тоже еще кто-то. Вот. И школа бокса при Ваде была гораздо богаче. И мы отдавали своих бойцов, готовили и отдавали туда на повышение мастерства в Тольятти. Он очень много вложил в себя. Он весь там был. И он устал бороться. Он всегда знал справедливость. Он всегда хотел, чтобы было правильно. А когда правильно не получалось, он расстраивался. Многие сильные мастера кожаной перчатки после окончания спортивной карьеры выбрали тренерскую эстезю и на сегодняшний день активно трудятся в качестве наставников. Например, кандидат в мастера спорта Владимир Романов тренирует в историческом зале детско-юношеской школы номер 3. Здесь он сам несколько десятков лет назад постигал азы бокса. Я пришел в бокс, это последний, наверное, был. Я прошел плавание, хоккей, гимнастику. Сначала плавание, гимнастику, хоккей, волетбол. В борьбу пошел записываться. А тренинг по борьбе у нас такой был Мурадян. Очень сильный тренер. А он уехал на соревнования. А мы идем назад, смотрим вывеску, записывается. Секцию бокса. Ну, а да, зайдем, зайдем. Ну, и вот зашли там, так и остались. 72-й год, 73-й где-то вот так вот. Да, тут для меня вот был показатель Александра Ивановича Усову где-то. Я на нее прямо смотрел. Был свое время, когда я только начинал, был признан лучшим техничным боксером области тогда. Ну, когда сидим вот так вот на тренировке, он зашел. Все как бы на него так, как на бога смотрели. Он уже постарше нас. А мастер спорта Олег Харланчев готовит чемпионов в современном зале областной спортивной школы номер 2. В детской и юношей спортивной школе, то есть там стало бокс, борьба и лыжи. Три вида было. Это было дюсш номер 3. А в Сызрине было, по-моему, 4 дюсш всего. Вот. И с тех пор, вот как Александр Петрович приехал в Сызрин, и начал развивать. Мальчишки пошли хорошие, плеятые. И мы начали подниматься в спорткиады России. Двое, по-моему, выигрывали. Всегда, наверное, был рост небольшой. Всегда небольшой рост был в боксе. Были, то есть, какие-то года всплеск. Потом раз, чуть-чуть убавлялся. Опять всплеск где-то. Как в спорте, наверное, так и идет. Бокс – это жизнь. Это спорт, который сегодня есть, завтра нет. В общей сложности в Сызрине на сегодняшний день насчитывается более 9 залов бокса. В марте 2016 года в должность председателя городской федерации данного вида вступил Сергей Иванов, который и ранее был близок к спорту. С его приходом на пост руководителя можно связать новый виток развития бокса в этом уголке Самарской области. Первое и самое главное – ему, как когда-то Александру Бакуменко, удалось объединить близкую к боксу общественность – тренеров, спортсменов. Сергей Иванов поддержал инициативу создания Совета ветеранов Федерации бокса Сызрине, который возглавил Вячеслав Родионов. Смог он найти общий язык со всеми тренерами. Это ему очень большой плюс. Я считаю, что здесь вот ему нужно продолжать это дело, то есть более сплочать коллектив, соответственно, искать где-то, может быть, спонсорские. Мы живем в такое время, что спонсоров нужно других. Все-таки предприятия какие-нибудь, какие в Сызрине есть, они будут продолжаться, будут новые, может быть, какие-то ставятся. Вот ему в этом деле нужно вести. Он, ну, спортсмен, такой же, допустим, как и я, средний уровень. Там, вот, не достигли мы высоких высот, там, чемпионов Союза, Европы и тому подобное. Ну, какие-то результаты у нас были. Я, вот, Недократ, чемпион области, там, призер ЦС, там, вот, ну, он тоже так же, наверное, был. Вот, и ему нужно продолжать вот в этом направлении. Что у него получается, ему нужно делать и продолжать. Вот результат лучшей Федерации бокса, допустим, поможет. Это же не так же просто, то есть он ее, как говорится, заработал за полгода. Вот, это результат, я считаю, очень хороший результат. Кубакуменко зародил бокс Мустафин, вместе с ним тренировал тоже раньше, вот этот, Сан Саныч, тренировался. У них есть воспитанники, они наши тренера, у этих тренеров новые воспитанники, это уже нынешние тренера. Мой заместитель Юрий Маслов, он воспитанник Камалединового, как и я, теперь он тренер. Вот, то есть уже пошло поколение тренеров от тренеров и еще одни тренера появились. Вот так. С приходом у нас нового, так скажем, лидера Федерации бокса, это Сергей Иванов, да, бывший воспитанник, кстати, и мой, и Юрия Михайловича, у которого, кстати, последний результат, это победитель Европы. Как бы парень хочет работать, желает работать, и вот благодаря ему как-то он находит общий язык со всеми тренерами. Оно же, как правило, да, у каждого тренера воспитанник лучше. Ну вот у Сергея получается как-то нас всех объединить, весь боксерский мир в городе Сызрани. Я думаю, что это и является подспорьем того, что сейчас у нас все-таки мы стали чуть-чуть вперед шагальными. Думаю, что его заслуга здесь есть. Я вот как раз надеюсь на команду Иванова, председателя Федерации, судя по его первым поступкам, ну, поскольку у меня и жизненный опыт, и есть, ну, и возраст соответствует тому, чтобы судить немножко и о людях, но в основном по поступкам судят. Ну, в первую очередь, вот хочу сказать, к ветеранам. Молодец парень, хорошо относится, все. Ну, мы раньше, ну, как встречались, раз в полгода, раз в полгода, где-то перекинешься двумя словами, все прочее. Сейчас вот еженедельно. У тех, кто ковал историю данного спорта в городе, спустя годы появилась возможность общаться друг с другом в элитном банном комплексе «Магнолия». Старожилы бокса встречаются здесь каждую неделю и с удовольствием обсуждают настоящее, будущее спорта в родном городе. Строят планы и порой ностальгируют по веселым, беззаботным временам, когда, будучи юношами, они мечтали стать не только хорошими спортсменами, но и хорошими людьми. Мы паримся в бане, разговариваем. У меня жена ревнует даже. Куда ты испариваешь? В 11 вечера приезжаю, ну и довольный, и все. Ну, что там, вся юность прошла с этими бойцами. Вот, поднялись вместе, все прочее. Самое яркое впечатление, когда мы первый раз приехали, нас собрали с отчетов районов, собрали на дружбу в спортшколу в Тресле, где занимался Саня Петрович Бакуменко. Вел занятия от нас, вот провели городские соревнования. Первый выигрыш, это было нечто. Как же стал чемпионом, он выиграл свой первый бой, и все, я боксер, я могу боксировать. Сразу знакомство, конечно, при приобретении этого, повышение уверенности. Все дело уже как-то, все-таки бокс, это дает уверенность, не только это, бокс это, как он говорит, это жизнь. Им нужно жить, или как любимый фор. Бокс не надо любить, боксом надо заниматься. Когда мы занимались, у нас практически ничего не было. У нас не было ни мешков, ни перчаток толком, ни формы, ничего. Ринг мы делали сами, из канатов, спортивный лагерь «Юность», когда ездили. Сейчас у ребят есть все, все есть. И снаряжение, и формы, и тренера, тренера, естественно, у нас очень хорошие тренера в Сызрине, очень хорошие, которые ребят приводят, и не только к наградам, к областным, к примеру, но и Приволжского федерального округа, первенство России. Находится время и для воспоминаний о своем первом тренере Александре Бакуменко, которого ветераны бокса называют не иначе, как «человек с большой буквы». При Петровиче, кстати, Сызранская команда впервые стала победителем первенства Куйбышевской области. Сейчас о нем говорят в прошедшем времени, поскольку Бакуменко ушел из жизни. Трагичный случай оборвал жизнь заслуженного тренера. И теперь память о нем жива благодаря мемориальным турнирам, которые проводятся на родине Александра Бакуменко в Краснодарском крае и в Сызрине. Начинал я у Беленьких заниматься. Он как бы работал на месте в заводе оператором и как бы занимался по образцовской площадке. Нами мальчишек собирал, как бы тренировал. А потом через какое-то время, как-то, как сказать, результаты я показал, появился как бы в обзоре здесь Александр Петрович Бабакуменко. И он как бы подобрал меня. И здесь начал работать. С ним очень много. То есть с ним проехали мы очень много. То есть весь Советский Союз, я считаю, с ним проехал. Денег выделалось очень много. Были такие, как говорится, общества, труд, трудовые резервы, локомотив и так далее. То есть им деньги выдавались. И, как говорится, председатели всегда выделяли на это деньги. Бокс меняется же, правильно, да. Был силовой бокс, так сейчас техничный бокс. Вот как-то, ну, в этом ракусе, наверное. Вот побольше ребята ездят на сборы, сейчас больше возможности выезжать на сборы. Конечно, в техническом, тактическом плане, конечно, боксер сейчас намного выше. На уровне, конечно, на порядок, можно сказать. Я занимался боксом, первый мой учитель по боксу, это мой отец, Степанов Михаил Евдокимович. Он занимался, выступал на соревнованиях, на областных соревнованиях, даже, как он мне рассказывал, бывали у него и союзные соревнования. Вот так как он был моим учителем по боксу, начинал я, как помню себя, так я и держал перчатки своих руках. То есть это с 5-6 лет. Ну, больших результатов я не добился в боксе, так как занимался я любительски. И у нас с отцом и не было какой-то задачи, чтобы добиться каких-то там титулов, разрядов. Он мне говорил, Сергей, занимайся спортом, самое большое накопление в нашей жизни – это здоровье. Бокс в 80-х, которым мы занимались, он был более ударный, более жесткий, который требовал. А потом в 90-е, 2000-е годы выхвастали это. И сейчас, я считаю, что сборная России только начинает набирать себя. То есть ударников всех повыводили. А у нас было не только классический сайдстеп, влево-вправо, уход и удар. Обязательно ударная техника была. Как раз в бокс тогда кубинцы пошли, русские наши специалисты выводили. Вот это наш бокс был очень стремительный, очень красивый, очень жесткий. И сейчас, на данном этапе, начинает сборная России возрождаться, опять начинает поворачиваться лицом, что ударный бокс. А то ты не бьешь, а защищаешься, и ты выигрываешь. Как уже было отмечено, многие из воспитанников Бокоменко продолжили его дело и теперь сами занимаются тренерскую стезю. Благо сейчас любые инициативы по развитию бокса в городе поддерживаются руководством Федерации данного вида. Масштабно проходит реконструкция спортивных залов, ведется ремонт помещений, возобновляют работу тренера-общественники, им оказывается поддержка. У перспективных спортсменов, благодаря Сызранской Федерации бокса и ее партнерам, есть возможность выезжать на тренировочные сборы, выступать на серьезных турнирах, повышая мастерство. Сызрой на сегодняшний день может гордиться молодым поколением, победителем первенства Европы в 2016 году Тимуром Авдаяном, а также серебряным призером российского первенства Михаилом Захарьевым. Надежды подает также брат Михаила Дмитрий. Кстати, наставник Захарьевых, мастер спорта Советского Союза Равиль Азизов, также является воспитанником Александра Петровича Бокоменко. Внимание со стороны руководства – это очень большое дело. Даже сейчас у нас Александр Борисович Левзяк, будучи на Олимпиаде, заявил, что не хватало внимания от руководства Федерации бокса России. То есть, здесь я не знаю, не могу сказать, но факт, что сейчас у нас в Сызране действительно внимание не только руководству, но и городских властей стало, и просто обыватель, то есть бизнесменам, которые хотят помочь. Пришел бокс, потому что захотел, привел папа. Мой тренер единственный непровторимый – это Равиль Азизов. В треневках у меня все устраивает, сейчас готовимся к соревнованиям, все просто замечательно. Мальчишки видят, когда тренеры общаются между собой, соответственно, как бы идет и такая положительная динамика работы. И, соответственно, мальчишки стремятся что-то выиграть. То есть, они же не просто приходят в зал, просто пообщаться, но они приходят с какой-то определенной целью. У каждого мальчишки спросите, он хочет быть либо чемпионом мира, либо чемпионом материнских игр. Это уже хорошая цель. То есть, у мальчишек есть цель. Секции бокса располагаются в разных районах Сызране. Между воспитанниками клубов периодически проводятся спарринги. Кроме того, руководство городской федерации бокса стало инициатором создания разных социальных проектов. Лига бокса для любителей единоборств. Старт к успеху. Останься с нами. Также проводятся тренировки для ребят из детского дома и занятия в спецшколе в соседнем Октябрьске. В планах открыть еще несколько направлений. Например, в детских оздоровительных лагерях. Как бы бокс для нас это лишь платформа, поле для добрых дел. Для воспитания молодежи, чтобы они подальше были от вредных привычек, от преступности. Ну, это вот, короче, вот так. У нас на собственных средствах отремонтировал зал в губернском колледже. Мы ему купили инвентарь. Всячески помогаем, развиваем. И тренеров общественников, не только от спортшколы, там, от кого-то. Вот таких обычных тренеров, как бы. У кого есть инициатива, желания. Энтузиасты такие. Таких энтузиастов тоже поддерживаем. Как было отмечено, в городе проводится мемориал Александра Бакуменко. Также в последние годы в Сызрине организуется турнир памяти известного тренера Анатолия Логачева, который погиб в 2012 году. Дети его очень любили. Человек очень энергичный. Он не мог сидеть ни минуты спокойно. Представить его дома, лежащего на диване, вообще нереально. Он все время с детьми, все время на соревнованиях, в спортивных лагерях. Очень переживал за молодое поколение. Очень стремился побольше детей привлечь в спорт. Переживал, что наркомания, как бы есть алкоголь. Дети, во-вторых, очень переживал. И старался как-то с детьми. Но дети его действительно любили. Совсем недавно было принято решение объединить эти и другие мемориальные соревнования, в одно организовав единое памятное мероприятие. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА В настоящее время жизнь в Сызранском мире в мире бокса кипит. Крупным соревнованиям, например, областному первенству, ведется целенаправленная подготовка целых команд. Выстроена грамотная система развития бокса, куда входят и старожилы данного вида, и новаторы, тренерский состав, спортсмены, как молодые, так и опытные. Плоды трудов уже дают о себе знать. С каждым турниром копилка наград сызранских мастеров кожаной перчатки. Пополняется. Все чувствуют себя в этой большой боксерской семье комфортно и уютно. Ветераны бокса не забыты, тренеры работают спокойно. Здесь высшие спортсмены имеют поддержку, как моральную, так и финансовую. Кроме того, сообщество боксеров в настоящее время находится в тесном контакте с Федерацией ММА города Сызрань. Это идет только на пользу поклонникам и мастерам единоборств. Я хочу, чтобы дети поняли, что такое жизнь, поняли, что такое спорт и поняли, что такое бокс в жизни. Что бокс – это толчок в жизни. Некоторые говорят, ааа, боксер, дом пробитый. Такие мнения у людей. А он смеется, он пробитый. Может, человек вечной жизнью доволен и улыбается. Правильно я? Одна из главных составляющих успеха – это сплоченность. Только при слаженной работе можно добиться высоких результатов. В Сызране мечтают воспитывать не только своих мастеров спорта, но и своих олимпийских чемпионов. При таком подходе, как сейчас, мечта близка к осуществлению. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова